акварель очень сложная техника вообще если заниматься и по-взрослому взрослая акварель чем она сложна ну чем сложна жизнь вообще всем сложна акварель вообще это совершенно безграничная вариативность она может быть там сухой графичной может быть живописной текучей такой китайцы делают по-своему европейцы по-своему огромное количество вариантов как ее можно использовать вообще это ну как бы работа не столько с пигмента сколько с водой и в разной степени ее ну там даже просто в рамках той же европейской как бы традиции можно там мокрым по мокрому сухим по мокрому ну и так далее и так далее то есть это такой коллектив абсолютно бесконечный мир в котором можно абсолютно бесконечное количество вариантов выбрать для себя мы севы вместе учились когда-то на инженеров на инженеров ракетчиков в общем то с тех пор вот сева как инженер даже творческим задачам подходит так как ни один художник не подходил и поэтому я думаю что несмотря на то что он старается как бы в своей работе освоить все что делается в мире он приносит много своего и на некоторых работах конечно сложно то есть они не типично акварельные но они характерны для акварели по краске по вот этой вот игре глубины пространства но везде чувствуется вот этот северный подход то есть я как бы за каждой картиной вижу его подход к жизни да они мне близки я бы точно тоже примерно также снимал как он рисует но он все-таки рисует а я снимаю но это интереснейшая техника не тонкие прозрачные чистые вызывает огромное уважение то как но вообще сложная очень техника он должен мгновенно все это делать и я понимаю что мне проще как фотографу я щелкнул и пошел а он должен это все руками сотворить ну да это вызывает уважение восхищение интересное мне интересное красиво как безусловно красиво мне нравится его глубина философия его работ и ну какая-то изысканная нежность наверное и может быть чистота вот позитив например уже лет пятнадцать лежит в тумбочке маленький набросок клубнички нарисованная карандашом цветными карандашами я его когда там случайно ящик открываю опа и сразу такое ощущение да вот почувствовали до грядку клубничка вот такая вот настоящая ни одна фотография такого не передаст то есть легким я бы не назвал точно но то что это вкусно да как вот такое условно банальное но вспоминаю клубничку оно уместно для того чтобы знать что он думал он должен написать текст и дать мне его прочитать поэтому я его работу воспринимаю не как мысль а как эмоции это его впечатление я их прочитываю тоже как впечатление у всех это абсолютно по-разному все авторы разные вот у меня это скорее от некой мысли идет а не от настроения уже под ну она как бы подхват подхватывается то есть как идет ну как и некое наполнение сначала идет какая-то какая-то идея мысль вот здесь здесь работа это письма которые написаны людям которым уже в жизни написать нельзя по разным причинам ну всегда есть какая-то недосказанность которую ты ну ты что-то хотел сказать человеку но этого человека уже нет это с ними какие-то диалоги то есть на самом деле это самое натуральное письмо есть просто там и путевые какие-то заметки и на краю времени совершенно другая серия то есть она совершенно о другом это такой скорее некая переход ну мне интересно вот это переходное состояние момент перехода человека из одного состояния в другое из одной фазы там своей жизни в другой вот об этом на краю времени я себя ни в чем стараюсь не ограничивать если сегодня мне интересно вот такая тема я с ней работаю завтра другая я Я совершенно спокойно на меня перехожу, не считаю, что должен придерживаться каких-то правил. Если зритель просит рассказать, значит, либо он ленив, либо я плохо сделал свою работу. Продолжение следует...